Я очень часто езжу к родственникам, да, в Башкирию, в Татарстан. Молодец. Все в очень плачевном виде. Выглядят старые дома, хуже, чем в Седловской области, то есть это в республике. Меня это очень расстраивает. Меня тоже. Башкортостан же хочет отделиться, дать ему свободу, он будет жить на своей... На родственнике. Поэтому у них там газ не скачают из них, а им что-то сдают. Да, я слышала, я сегодня сделала ролик про свободную Сибирь. Так вот, им оставляют из рубля, вот один рубль забирают, оставляют 80 копеек. То есть они целы, ну, грубо говоря, из рубля, получается, из двух рублей, там, рубль 60, да, то есть они меньше, чем 1%, меньше, чем 10%. Ну, в общем, короче, они все, 10% это ничего, это даже не половина, это не 75%, это ничего. То есть практически забирают все. А то, что оставляют, это, наверное, какие-то шкурки, знаете, это не самое лучшее. То есть можно, например, съесть персик и оставить косточку. Ну что, косточку только ссать можно, она не жуется, это не персик. Понимаете? Или шкурку от апельсина, то же самое, что такое 10%. Регион слабеет и не развивается. Мало то, что не слабеет, там еще люди забывают свой язык, правильно? Языка же больше нет. Или, может быть, есть, но, может быть, один из ста человек говорит по-башкирски. Очень тему серьезную вы затронули. Ну вот это, вот у меня приезжают тоже родственники, вот недавно были у меня тоже родственники, приехали из Башкирии. Там, получается, сестра мамы, нет, у моей мамы, ой, все, ну, короче, родственница, она прямо хорошо говорит на башкирском, но говорит плохо на русском. Но, это не но, это ихра, она говорит хорошо на башкирском и плохо на русском. Почему но плохо на русском? Ну, там акцент. Ну и что? И плохо на русском, вы просто не так сказали. Хорошо, скажите, а у вас, ну, кто-нибудь воюет в вашем городишке и вот в Башкортостане? Вы лично знаете, как люди реагируют на СВО, мобилизацию? Ну, Башкортостане, я не знаю, я же живу серьезно пробовать, я туда только езжу. Ну, так, знакомых, родственников нету, кто ездит, ну, воюет на СВО. Но у меня папа, да, он, у него свой предприятие, он льет воду, газировка, вот это вот все водяное. Он туда ездит примерно там каждые два месяца и привозит туда медикаменты. Ну, вот видите, вот если папы, как вы, ну, я не говорю, что ваш папа один держит СВО на газировке, конечно, таких пап, наверное, сотни, да? Вот если бы папы, как ваш, не ездил, если бы другие папы там не привозили там еду, вы понимаете, люди не могут, у нас, почему немцы погибли под Сталинградом? Потому что они были взяты в окружение, и любва-то уже не летала. Им не скидывали ничего с неба там поесть, попить, полечиться, боеприпасов не было, пальто не было, в сапог, ничего. Они просто замерзли, как эти, как Карбышево. Вот поэтому мы взяли Сталинград, потому что, ну, прекратился подача. Нужно папе вашему сказать, чтобы он не ездил туда. Он не может зарабатывать деньги вот этим, вот этой газировкой. Он пусть поедет в Башкортостан. Назар, вы меня понимаете? Я понимаю, что это ваш папа. Я понимаю, что у вас, наверное, от этой зарплаты может зависеть, поедете ли вы куда-нибудь там летом, будут ли у вас деньги там на какие-то мероприятия. Но на войне зарабатывать? Ну, вы сами сказали, что он ездит туда там раз в два месяца. Ну, каково украинцам вот понимать, что ваш папа ездит и поддерживает вот таким опытом, газировкой? Он не поддерживает. Он просто поддерживает ребят, которые там умирали. Вы меня поняли? Смотрите, была битва за Сталинград. У нас она закончилась. Знаете почему? Ну, была начала, а потом долгая битва. Очень долго, там полгода, например. А потом она закончилась. Вот момент, когда закончилась. Знаете, почему она закончилась? Почему она еще немножко не длилась? Почему она месяц еще не длилась? По-моему, она закончилась, типа, 31 января, либо там 2 февраля 43 года. Знаете, почему она закончилась? Потому что больше ничего не прилетало поддерживать немцев. Не привозилось ни горючее, ни еда, ничего. Вот поэтому она закончилась. Если бы вот такие, как папа ваши, прилетали больше и больше и больше, Сталинградская битва не закончилась бы 31 января, либо 2 февраля. Она не закончилась назад. Надо заканчивать, приезжать туда и поддерживать их. Вы не понимаете логической цепочки? Как солдат воюет? Ему нужно есть, ему нужно пить, ему нужна поддержка его страны. Если не поддерживать, война заканчивается. Понимаете, нет? Назар, вы должны сказать, что я понял. Я понял. Спасибо. Я понимаю, что это ваш папа, но тут не может быть плавающей позиции. Вы не можете сказать, папа, я тебя люблю, поэтому все, что ты будешь делать, я приму. Вы так не можете сказать. Вы так не можете сказать. Потому что вы пришли ко мне на эфир, вы говорите на серьезные вещи, вы так не можете сказать. Папа поддержал СВО каждый раз, когда туда поехал и поддержал тех, кто убивает украинцев. Я могу показать фотографию мальчика, который погиб вчера в Макалайпе. Ему вам 13 или 12, да? А мальчику 11, он, ну, наверняка вы увидите, ну, похожего на себя ребенка. Он просто дома сидел. И прилетел, прилет, наверняка, наверное, этот солдат, который выстрелил в этот дом, перед этим выпил газировку вашего папы. Представляете, какой ужас? Представляете? Газировка не стреляет. Я понимаю, что он не стреляет. Но вы его напоили. Представляете, вы же не могли своими руками накормить Чикатило, а потом он задушил мальчика. Правда? Ну, вы не можете кормить Чикатило, понимаете? Вы не можете давать газировки. Это ужасно. Вы должны с папой поговорить. Я еще раз говорю, в Башкортостане есть люди, наверняка им тоже нужна газировка. Надо переделать бизнес вашего папы таким образом, чтобы он не пересекал границы Украины 91-го года. Хорошо? Нарзан вас зовут, нет? Я извиняюсь. Назар. Нарзан. Назар. Вы меня услышали. Ну, я говорю, я не знаю, что вы там будете делать после эфира, но тут двух одинаковых ответов не бывает.